Алия, вторая часть. В первой части мы рассмотрели библейское основание для Алии. И мы увидели, что эта тема проходит красной нитью в Писании. Мы увидели этот исторический феномен во все времена возвышения Израиля и его падения. Но также мы увидели, что Алия — это метафора для воскресения. Также Алия — это восхождение вверх, в присутствие Бога. Бог призывает нас зайти выше. Он призывает выйти нас из наших духовных гробов. Он зовет нас в Иерусалим. Он зовет нас на праздники. И мы говорили об одном из этих праздников. И мы увидели неразрывную связь между возвращением евреев в землю израильскую и возрождением. Мы читали пророческие книги. И мы видели, что пророки установили непосредственную связь между возвращением евреев в землю израильскую и возвращением царя Мессии. И это нас вдохновило. Это укрепило нашу веру. Алия — это не только для нескольких людей, которые переселяются в Израиль. Это историческое чудо, чтобы укрепить нашу веру и приблизить к Божьему плану. Я рад, что мы можем говорить об этом. Даже если я совершил Алию 12 лет назад, я все так же должен созидать свою веру. Бог хочет вовлечь каждого из нас в это чудо. Бог хочет вовлечь и вас, независимо от того, должны вы переселиться в Израиль или остаться в вашей стране. Также мы говорили о причастности языческих верующих к Алии. Исайя говорил о том, что иноплеменники отстроят стены Иерусалима. И в 62 главе Исаии мы видели, что эти стены символизируют ходатайство. Он поместит сторожей на стенах, которые будут молиться. И они не умолкнут, доколе Бог не сделает Иерусалим славою на земле. Мы видели, что язычники будут питать народ Израиля. Я думаю, что это духовная истина. Поэтому каждый вовлечен в Алию Бога. И еврейский народ очень сильно нуждается в церкви Ишуа. Может быть, вы никогда такого не слышали, но я хочу, чтобы вы задумались об этом. В Евангелии от Луки есть притча о блудном сыне. Вы все знаете эту притчу. Молодой человек говорит отцу, что он уходит из дому и берет часть своего наследства. У этого парня есть старший брат, который остается дома. И старший брат осуждает своего брата, который убежал со своей частью наследства. С тех пор проходит много времени. Наконец, младший сын пришел к чувству. Он ушел далеко от своего отца и возвращается. И отец исполнен радостью. Но старший сын возмущен и обозлен. И говорит, все это время я был с тобой, а ты даже и тельца для меня не заколол. Ты устраиваешь огромный праздник для этого грешника. Итак, большинство людей говорят о том, что старший брат в этой истории символизирует еврейский народ. Может, они даже и не думают об этой притче. Но для меня старший брат в этой притче — это церковь. И когда младший брат возвращается обратно. Старший брат, оставшийся в доме отца, принимает решение. Он решает обидеться. И выбирает зависть. Ему не нравится, что отец избрал его брата-беглеца. Я вижу, что эта история пересекается с 11-й главой послания к римлянам. Где Павел говорит, что отвержение Ишуа евреями вовлекает язычников. И о евреях Павел говорит, как об отломленных природных ветвях. Я вижу в блудном сыне отломленную природную ветвь. Но потом, спустя много времени, он возвращается и привит к семье отца. Помните, как Павел предупреждает язычников? Он говорит, что не презирайте природные ветви, потому что вы – дикая маслина, которая была привита. Я просто хочу поделиться этим из-за реакции язычников на Алию. Мы знаем, что в наши дни происходят всплески антисемитизма. В частности, в европейских народах. Буквально недавно я побывал во Франции, и верующие евреи там очень расстроены. Это трагично, что антисемитизм снова развивается в Европе. Как и господство антисемитской демонической силы Гитлера на целом континенте. И это подводит нас к той возможности, которая представляется церкви сегодня. И я верю, что будет только два направления. Первое направление – это антисемитское настроение, что церковь заместила Израиль. И нет ничего особенного в современном государстве Израиль. И даже существует оппозиция этому государству. Второе направление – это принять Божье обетование для еврейского народа. Согласиться с Павлом, что Бог не отверг еврейский народ. И стать людьми сердцем слуги, о которых говорил пророк Исаия. Это направление и предупреждение Павла языческим верующим. Книга Руфь говорит об этом же. И я уделяю этому особое внимание, так как это очень удобный случай. Пусть же Бог даст смелости каждому языческому верующему, чтобы стоять вместе с еврейским народом в это время и увидеть, что Бог открывает нам об Алие. Давайте теперь рассмотрим остальные отрывки Писания как примеры, указывающие на Алию. Вчера мы говорили о том, что Израиль был выведен из Египта, чтобы войти в обитованную землю. И поэтому в 13 главе Моисея посылает 12 соглядатых в землю Ханаан. Они должны были исследовать землю. Начнем читать с 17 стиха 13 главы чисел. Книга, которая на иврите называется Бамидбар, числа. На иврите это очень милое название, в пустыне. Там, где они проводили время. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И Моисея называл Хосея, сына Нун, Джошуа. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина и Иисусом. Я сделаю здесь паузу, чтобы обратить ваше внимание на один факт. Это интересно, потому что вчера вечером мы говорили о пророке Осии и Егошуа, Иисусе Навине. Поэтому у одного и того же человека два имени. И его первое имя Осия, такое же имя израильского пророка, который говорил о завете любви Бога к Израилю. Это имя также означает «спасение». У кого еще в Библии было имя, которое означало «спасение»? Конечно, Уишуа. Поэтому эти три имени, и также имя Исаия, Ишаяу, поэтому эти три имени, и также имя Исаия, Ишаяу, Бог Спасающий, эти четыре имени говорят о спасении. А какое это имеет отношение к Алии? Иисус Навин был назначен Богом ввести и ввести народ израильский. Ишуа ведет нас в Алию. Будь то физическое или духовное Алия, Он ведет нас в обетованную землю. Иисус Навин пророчески олицетворяет Ишуа, Иисуса. Не знаю, как вас, но меня это очень сильно ободряет. Когда я прочувствую эту аналогию, она просто вдохновляет меня. Когда я вижу, что физическое и духовное выстраиваются в одну линию, это высвобождает особую силу. Это высвобождает веру внутри меня. Я говорю, да, все это точно совпадает. Хорошо, читаем 17 стиха. Тогда Моша sent them to spy out the land of Canaan and said to them, Go up this way, go up. Did you hear that? Go up this way into the south and up to the mountains and see what the land is like, whether the people who dwell in it are strong, weak, few, many, whether the land they dwell in is good or bad, whether the cities they inhabit are like camps or strongholds, whether the land is rich or poor, whether there are forests or not, be of good courage and bring some of the fruit of the land. Now the time was the season of the first ripe grapes. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им, Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленен ли он или многочисленен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тучна, есть ли на ней дерево или нет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. Возьмите ваши ручки или маркеры и в 17 стихе подчеркните эти слова или обведите кружком. «Взойдите на гору». Мы говорили о том, что означает «алия» на иврите. Что же это означает? Она означает «взойти вверх». Что Моисей говорил им? «Взойдите и посмотрите, что Бог обещал нам». Вы должны делать это до, во время и после Алии. Братья и сестры, Бог обращается к нам. Он говорит, что настало время взойти и осмотреть обетованную землю. «Поднимись из трясины твоих обстоятельств». «Выйди, переступи». «Оглянь землю». Это очень важная часть нашего процесса. «Я поехал в Израиль и осмотрел землю до того, как совершил Алию. Я думаю, что это очень важный шаг. Бог хочет, чтобы мы знали, во что мы входим. У многих людей есть какие-то смутные идеи и мечты об Израиле. Эти соглядатые и возвратились. И вот какие вести они принесли в 27 стихе. И рассказывали ему и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там». Это говорит о чем-то очень практическом. В земле течет не только молоко и мед. И до наших дней там течет молоко и мед. Но в духовном смысле, говоря бюрократически, с экономической точки зрения, духовной точки зрения, с позиции языка, их взаимоотношений, культуры, тебя в земле ожидают весьма большие великаны. Возвратился ли я с плохими новостями? Нет. Я просто даю вам верную информацию. Калев и Иисус Навин делали то же самое. Но посмотрите, что они сказали. Надеюсь, что вы все так же делаете заметки. 31 стих. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Давайте взойдем и завладеем ею, потому что мы можем завладеть ей». Мы можем перефразировать слова Халева и сказать, «Братья и сестры, давайте совершим алию. Мы сможем это сделать». Бог призвал нас в землю и даст нам все способности. И затем в 14 главе вы прочтете «И подняло все общество вопль и плакал народ во всю ту ночь». И в 3 стихе «И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Давайте вернемся в Лос-Анджелес. Давайте вернемся в Украину. Давайте вернемся в Белу-Оризонте. Давайте возвратимся туда, откуда мы приехали. Жизнь там была легче. Мы знали, что делали. Ну, не так уж и прикольно было в Египте, но, по крайней мере, мы знали все ходы-выходы. Вот что они говорили. И не восстали против лидеров. Но в 6 стихе Иисус Навин, Егошуа и Халев разодрали свои одежды. Почему они разодрали свои одежды? Потому что они понимали, что эти ропотники выступали против самого Бога. Я хочу эмфасизировать в этом паседе священность Алия. В этом отрывке я хотел бы обратить ваше внимание на священность Алии. И снова я бы хотел напомнить об этом символе смелости и веры. Возлюбленные, Бог призывает нас быть первопроходцами. Чтобы пойти в новое место, необходим пионерский дух. И это то, что сказал Иисус Навин и Халев в середине 7 стиха. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Какой великий призыв! Насколько эти два великих мужа скреплены с сердцем Бога. Насколько их сердца были исполнены пламенной верой. Они ревновали о целях Бога. И знали, что Бог защитит их. Они знали, что это будет сложно. Но все равно они сказали, Бог позаботится о нас, потому что Он Господь. Не будет ли лучше находиться здесь? Лучше для меня жить в трудностях Израиля и знать, что я исполняю волю Бога. Вернуться в Америку, откуда я родом, где жизнь кажется намного легче, но где у меня не будет защиты и благословения Бога. В конечном итоге собрание хочет побить их камнями. 10 стих. Но слава Господня явилась в кине Господа перед детьми Израиля. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что Бог очень сильно переживает по этому вопросу. И связано это с 60-й главой Исаии, которую мы уже читали на предыдущем занятии, где говорится, «Слава Господня взойдет над тобой». Поэтому можно сказать, что Алия связана со славой Бога. Когда мы совершаем Алию, это приносит славу Богу. Это приносит славу Богу, когда мы помогаем другим людям совершать Алию. Не сказано ли там так же, что цари и царицы принесут нас в землю израильскую на руках? Это очень серьезный вопрос для Бога, так как Он хочет привлечь все необходимые ресурсы со всего мира. И к тому времени, когда мы подойдем к нашему заключительному занятию, мы возвратимся к вопросу духовного восстановления Израиля. Что происходит в мессианском движении в Израиле? Как это маленькое, крошечное движение нуждается в участии всего остального мира, чтобы принести славу Богу? Так, хорошо. Немногим более ста лет назад были смелые первопроходцы. Большинство из них даже не верили в Бога Израиля. Большинство из них были гуманистами, социалистами. Они видели проблему антисемитизма, существующую на протяжении всей истории. Это были интеллектуальные мужчины и женщины, которые заботились о еврейском народе. И они известны как сионисты. в общем, я не историк, я не эксперт в истории современного сионизма, но на наших занятиях по Алии мы должны уделить какое-то внимание современному сионизму. Поэтому это краткий обзор в контексте 13 и 14 главы чисел. Хорошо? Подумайте о них, сионистах, в которых был дух Иисуса Навина и Халева. Европа. Они смотрели в будущее. И у них было видение, понимание. И в основном они возвратились в Европу и сказали людям, «Да, будет очень трудно, но это хорошая земля, и она должна быть нашей. Придите и взойдем». Это Алия. «Придите и взойдем». Аббревиатура фразы «Придите и взойдем» можно найти во второй главе книги Исаии стало названием раннего сионистского движения в Израиле. Билу. По буквам Б-И-Л-У. Билу. Они просто использовали первые буквы словно иврития. «Придите и взойдем». Поэтому я хотел бы уделить некоторое внимание этому движению. Мы, я, как израильтяне, должен очень многим раннему сионистскому движению. Они были жертвенными мужами и женами. они смело ухватились за этот исторический момент. И, как я сказал, они не были религиозными людьми. В действительности, если бы они были религиозными, то не смогли бы сделать того, что сделали. Потому что иудаизм в Европе был изолированным. Ортодоксальное еврейское сообщество было изолировано от остальной части общества, чтобы оградить и защитить религии. они отделились от остальной части мира. Поэтому они не стремились к политической деятельности, экономической деятельности. И уж точно они не стремились к воинским обязанностям. Но сионисты видели необходимость во всем этом. еще один европейский факт 60-х годов 18-го века. К тому времени современные государства уже сформировались. Это процесс, который длился сотни лет, но к тому времени отдельные народы уже сформировались. И это дало пионерам еврейства концепцию еврейского государства. Видите, как Бог воплотил свою идею в нерелигиозных людях. Мы прочитали много стихов по этому вопросу на первом занятии. Бог сказал, вы народ и у вас есть земля. И так как евреи были так долго в рассеянии, то это концепция своей земли. Они об этом даже не думали. Но эти евреи начали думать о себе и о своем народе со своей землей. Было еще одно важное обстоятельство. Евреи обрели равенство, особенно в Западной Европе. теперь они могли беспрепятственно исповедовать свое еврейство, что дало им возможность сформировать сионистское движение и собрать необходимые денежные средства для финансирования этого движения. еще один фактор это преследование и убийство. Вы слышали о погромах в России и Украине? В течение приблизительно 40 лет, начиная с 1881 по 1921 год происходили погромы. Многие евреи погибли. Многие бежали из своих городов. очевидно, что необходимо было найти какую-то альтернативу. Затем во Франции в 1895 году было известное дело Дрейфуса. Во французской армии был один офицер, еврей по национальности по имени Дрейфус. Дрейфус был разжалован. Это было публично и унизительно. Под крики разгневанной толпы «Смерть евреям! Смерть евреям!» Что-то очень важное произошло в тот день. Один французский журналист занимался этим репортажем для газеты. Его имя Теодор Герцель. Герцель был также нерелигиозным евреям. Но когда он увидел такую несправедливость по отношению к этому еврею, что-то взорвалось внутри него. Он вознегодовал. Он разозлился. Это его побудило к таким действиям, что он стал зодчим современного государства Израиль. История замечательна. Он размышлял и читал. И так возникла концепция еврейского государства. И даже если во времена Герцеля некоторые евреи уже возвращались в Израиль, концепция создания государства со своим правительством была революционной. Первые евреи, которые переселились туда в 1880-1890-х годах были простыми фермерами. И благодаря значительной помощи еврейских филантропов они скупали земли. Очень важно упомянуть этих филантропов в истории сионизма. Такие люди, как Мозес Монтефиоре, английский дворянин, который проехал в экипаже из Англии в Израиль. Буквально пару месяцев назад я посетил ветряную мельницу, которую построил он и содействовал экономическому развитию района Старого Иерусалима. И внутри мельницы находится музей его жизни. Там даже есть репродукция экипажа в натуральную величину, на котором он объездил весь Ближний Восток. Монтефиоре много финансировал основания израильского государства. Он побуждал евреев диаспоры помогать евреям в Израиле. Те первые переселенцы были очень бедными. Они страдали. И такие люди, как Монтефиоре и барон Джеймс де Ротшильд помогали им. И они финансировали первые поселения в Израиле. Многие люди должны были принимать участие в этом плане. Но даже эти ранние филантропы не соглашались с Герцелем. Потому что идея Герцеля была очень радикальной. Герцель постоянно записывал свои идеи на кусочках бумаги. Как будто бы какая-то высшая сила подталкивала его. Донес ли я эту идею? Говорил он в своем дневнике. Нет, она уже действует сама по себе через меня. Точно знать, что Герцель был инструментом в Божьих руках. Я верю этому, а вы? Использует ли Бог тех людей, которые даже не знают его? конечно да, во всей истории это происходило много раз. Этот человек полностью отдал себя идее еврейского государства. Он был отвергнут и гоним, подвергался нападкам. вот что он сказал о евреях, которые критиковали его. И смеялись над ним, когда он говорил, если бы кто-то показал им обитованную землю, очень часто он был обескуражен. Кто-то узнает в этом себя? Иногда очень трудно следовать за великой идеей, за новой идеей, которую другие люди не понимают. Ваши друзья, ваша семья, те люди, в чьей любви и поддержке вы нуждаетесь. Но Герцель ответил таким образом. я все еще знаю, где находится моя страна. Эта страна находится внутри нас. Но нам нужно опуститься еще ниже. Нас должны обидеть еще больше. на нас должны плюнуть, осмеять и побить, ограбить и убить. И тогда мы достаточно созреем для этой идеи. мы еще не в отчаянии. Он сказал эти слова в 90-х годах 18-го столетия. А теперь в своем уме прокрутите пленку вперед и подумайте о том, что я только что прочитал. Что касается Холокоста, предшествовавшей образованию государства Израиль. Герцель был пророком. Он пророчествовал о тех событиях, которые повлекут восстановление Израиля. Несмотря на разочарование, он продолжал идти вперед. о временах кризиса он говорил следующее. Это как кусок раскаленного добела железа, опущенный в холодную воду. Для него оппозиция или отвержение было что-то сродни холодной воде. Может быть, в вашем языке есть такое понятие, как облить холодной водой. Кусок расплавленного добела железа, которое вот-вот расплавится, кидают в воду, и он становится самой твердой сталью. вот-вот-вот-что должно произойти в нашей жизни, когда мы в самом деле следуем за волей Бога. Оппозиция и трудности делают нас сильными внутри. Чтобы совершить алию, мы должны быть безрассудны. Вы достаточно безрассудны? Потому что если вы не безрассудны, то вы упадете очень легко. Вы должны принять решение и быть решительным, как Герцель, быть решительным, как Иисус Навин. Герцель написал известную книгу «Еврейское государство» в 1896 году. И он прожил еще 8 лет после ее написания, что ужасает более всего. Герцель родился в 1860 году и умер в 1904 году. Он в прямом смысле загнал себя до смерти. А те, которые знали его, говорили, в нем было благородство, великодушие, как в древнем пророке, или в великих государственных деятелях его времени. Его слова оказывали сильное влияние на евреев Европы. И он смело говорил о сущности еврейства в лицо антисемитизму. Когда слово «еврей» стало оскорблением, он упрямо дал название своей книге не «Иудейское государство», а «Еврейское государство». Можете ли вы почувствовать его прямоту и резкость? Он бросил вызов понятию, что евреи не могут быть смелыми. Может быть, он был первым современным израильтянином. Это особенность современного Израиля. Если честно, то я сам не всегда соответствую этому. Но я понял одну вещь. И мы поговорим об этом на следующем занятии, когда я буду говорить о культуре. Если бы евреи современного Израиля не были такими, какие они есть, то мы, наверное, бы не выжили упрямства и характера. Это решительность. Это сопротивление. Ведь спустя столетия евреи стали пассивными людьми. Каким-то образом дух варшавского гетто характеризует пионера. Вы читали эту историю? Это известная историческая новелла «Милая 18». Написана Леон Юрис. Ее стоит прочитать. Это книга о варшавском гетто, куда согнали всех евреев. И там должны были жить в 10 раз больше людей. Люди умирали от голода и болезней. Молвил. Трупы помещали на тележке и вывозили. В этом гетто образовалась группа евреев. У них было совсем мало оружия. И они решили противостоять нацистской империи. И в течение одного месяца они смогли удерживать нацистскую армию. Между Ако и Нагария, недалеко от моего дома, есть музей, посвященный борцам этого гетто. Потому что кибутс был основан одним человеком, уцелевшим в варшавском бою. Посетите этот музей, если вам предстоится такая возможность. Итак, Герцель создал сионистское движение. Не только для возвращения евреев в Израиль и их работы на земле, что, несомненно, было важно. И происходило одновременно. Но он говорил, нам необходима политическая организация. Экономическая система. У нас должны быть свои газеты. Поэтому в 1897 году он организовал первый сионистский конгресс. И вот, что он сказал на том конгрессе. Здесь я создал еврейское государство. И каждый последующий год конгресс продолжал свою работу. Конгресс начал функционировать в Швейцарии. И вскоре они сформировали Всемирную Сионистскую Организацию. С целью помощи другим возвратиться в Израиль. Снова я хочу возвратиться к этой идее. Потому что я смотрю на вас, студентов этого класса. Я реально понимаю, что только меньшинство из вас сможет вернуться в Израиль. Цель этого курса не разочаровать вас. Но вы знаете, что в этом процессе необходима помощь многих людей? Я верю, что можно брать пример у раннего сионизма. Мы, как мессианские евреи и язычники, должны перенять этот пример, организоваться, собирать средства, чтобы приобретать землю в Израиле и помочь нашим друзьям-евреям устроиться. Чтобы был построен мост с Израилем. Это наше призвание. Это та причина, по которой я приехал из Израиля учить этому предмету. Я хочу ободрить вас и сказать, что для каждого из вас есть место. Параллель с ранним сионистским движением. Мы также являемся пионерами. Мы так должны смотреть на себя. Это слово на иврите «халутс». Первых поселенцев Сиона называли «халутсим». Поэтому Герцель продолжал работать. Он изменил сионизм от слабого и незначительного движения в мировую организацию, настолько многочисленную и влиятельную, что Великобритания готова была принять сионистский конгресс в качестве представителя еврейского народа. И это привело к известной декларации Бальфура, в которой правительство Его Величества благосклонно относится к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине. Она была опубликована в 1918 году. Это был драматический прорыв, чему способствовала работа Теодора Герцеля. И, как я сказал, он загнал себя до смерти. У него были проблемы с сердцем. Затруднительные обстоятельства, в которые он сам себя поместил, повлияли на его здоровье. Так же, как и нападки других на него. Пока, в конце концов, его здоровье подкосилось окончательно, ведь он никогда не делал перерывов. Это также принесло большие потери и его семье. Из его трех сыновей один умер от наркотиков. Другой совершил самоубийство в день похорон брата-наркомана. А третий был убит в концентрационном лагере. Единственный внук Герцеля также совершил самоубийство. Видите, это мрачное наследие. Я думаю, что мы можем высоко оценить труд Герцеля без подражания его примеру. Поскольку я говорю с лидерами и будущими лидерами, я хочу сказать следующее. Чтобы быть пионером, нам не надо расплачиваться своей семьей. Уделяйте время своим семьям. Не делайте вашу работу или служение идолам. Я говорю на основании моего опыта. Я поклонялся идолу служения. Герцель возвел идола из своей работы, который убил его. Я не думаю, что должен умереть от повышенного кровяного давления или сердечного приступа. Я не думаю, что моя семья должна развалиться из-за того, что я совершаю алию. И хочу быть мессианским еврейским пионером. Это не наследие Господа. Поэтому я наставляю вас. Управляйте вашим временем. Не убегайте прочь с миссис служения. Уделяйте внимание вашей семье. Проводите время со своим супругом или супругой, с детьми. Интересуйтесь, как у них дела. Какая польза, если вы приобретете весь мир и потеряете свою семью? Я не верю этому. Никто из нас не является мессией. Я думаю, что у Герцеля развился комплекс мессии. Он был не одним таким, однако он был назначен свыше создать современный Израиль. в жизни двух других первопроходцев. Элиезер бен-Юуда. Элиезер бен-Юуда. Человек, который без посторонней помощи возродил иврит. Какое достижение! Он так переутомил себя. И это очень дорого обошлось его семье. Я не говорю, что абсолютно не существует никакой цены. Определенную цену нужно платить. Всякий, кто призван быть пионером, заплатит определенную цену. Элиезер не поняли. Элиезера не поняли. Давайте скажем это открыто. Не члены его семьи, не друзья евреи, и даже те люди, которые жили в Израиле. Ну, для нас это выглядит естественно. Живешь в Израиле, говоришь на иврите. Однако, когда Элиезер бен-Юуда приехал в Израиль в возрасте 23 лет, все было совсем не так. Он требовал от своей семьи разговаривать только на иврите. Но сам язык почти не существовал. Он ходил и всегда носил с собой то, что мы называем флеш-карта, то есть карточки. Он снова воссоздал язык, исследуя слова на иврите, древние тексты, бесконечно делая сравнения из-за метки. Кто может вместить эту работу, создать целый язык, который все так же бы соответствовал древнему ивриту? Поэтому в то время, когда герцель создавал политическую структуру для возрождения государства, Бен-Югуда дал этому народу язык. Он дал нам возможность говорить, как израильтяне. Я часто шучу о том, как я изучаю иврит. И мы поговорим об этом на третьем занятии, потому что я хочу мотивировать вас учить иврит. Иврит настолько наполнил духовным смыслом. Это не только библейский язык. Это язык Алии.